Родники станут доступнее для пенсионеров и инвалидов. Общественники начали развозить воду из природных источников первоуральцам. Все затраты на доставку за счет президентского гранта. Подробнее в нашем следующем сюжете. Такого количества бутылок у родника в микрорайоне Первомайка еще не видели. Несколько сотен новых пластиковых емкостей сюда привезли специально, чтобы набрать воду для первоуральских пенсионеров и инвалидов. Согласно лабораторным анализам, это самый чистый природный источник в городе. Согласно проверке экофонда, совместно именно были проведены обследования воды. И поэтому соответствует всем нормам. И то есть вода годна к употреблению, но она только все равно подлежит кипячению. Сотрудники благотворительного фонда «Первоуральц-21 век» решили организовать доставку питьевой воды тем, кому добраться до природного источника тяжело. Пожилым и маломобильным горожанам. Это второй этап проекта «Доступная вода», реализуемого волонтерами на средства фонда президентских грантов. Летом общественники прибрали территорию вокруг 16 городских родников, сдали воду из них на анализ, сейчас начинают доставку. В течение всего проекта мы должны доставить свыше 153 тысяч литров пожилым людям. То есть, когда мы писали проект на этот грант, мы изначально закладывали эту статью. Мы считаем доставку воды пожилым маломобильным людям делом достаточно важным и необходимым. Самое большое количество бутылок сегодня привезли в Первоуральское общество инвалидов. Как говорят волонтеры, здесь больше всего тех, кто сам не в силах сходить на родник за водой. Пока разгружают в офисе, но уже скоро эту воду доставят на дом. Как сейчас посчитали, 83 бутыли по 5 литров. Представляет это 400 с лишним литров воды. Это такой подарок. 80 человек это точно все получат. 80 человек. Будут очень рады. Получать родниковую воду будут не только члены городского общества инвалидов, но и пенсионеры. Для этого им надо обратиться в благотворительный фонд. Волонтеры готовы доставлять питьевую воду примерно раз в неделю. В этот день развезли 55 литров. Одну из первых воду получила заслуженная учитель, бывший директор школы номер 35 Тамара Хламина. Спасибо, спасибо, спасибо. Доставлять родниковую воду Первоуральским инвалидам и пенсионерам общественники будут до конца весны. Согласно проекту, за это время они планируют набрать и отвезти более 150 тысяч литров воды. Николай Светлов, Екатерина Лапшина и Андрей Волков. Новости Первоуральск.